В Пхукеттауне весь уставший как чёрт. Что может быть лучше, чем Пхукеттаун? Конечно, поездка по Пхукеттауну. Давайте мы сейчас с вами проедем вот в те края, проедемся по этим улочкам и посмотрим, что здесь есть. Ну что, начнём поездку с вот этого уголка небольшого. Вот. Старая сино-португальская архитектура, частично сохранившаяся на текущий момент. Так, кстати, работающая вроде как. Здесь просто объезд и выезд. Как я понял, многим мне даже в личку написали такой формат видео заходит гораздо больше, чем когда скажем так, просто что-то трындеть. Именно мото-покатушки. Здесь вот сейчас я вам покажу фонтанчик, которому ну, он там считается прям таким древний, столетний фонтан. Доисторический вот он. Здесь пор действующий. Сейчас мы повернем с вами на улицу, которая называется улица Панга, Хан-Удунга. Это давние-давние времена улица, которая была самая-самая такая из всех первая, в которой открылись банки. вот, и соответственно, с тех пор эту улицу, ну, как бы так и называют Банковская улица. Здесь вот представительство разных банков есть. И на параллельной улице точно так же. Сейчас мы с вами крутанем, и я поеду дальше, то есть не на Панга, не по улице Панга, а чуть дальше. поеду по Сойги-Бук. Вот, и оттуда потом по Сойталанк. Да, здесь иногда, чтобы завернуть куда-то, надо полпукеттауна объезжать. И снова Фонтан. Здравствуйте. Здесь вот, кстати, прикольная эта морозница из Тай-Ветра называется. Сейчас я ее вам покажу, там дофигища сортов всяких. мороженое, даже с дурьяном есть. И даже с водкой. Можно попробовать, кто хочет. Ради интереса смешать. Они сегодня закрыты, но вот мы их вот здесь вот. Вот так самое обмазь древнего кофеенка вот здесь. Сейчас я заверну как раз вот эту основную улицу. Дибук. Обычно все, скажем так, по ходу, высадки когда на индивидуальных экскурсиях там проезжает, начинается с этой улицы. То есть это как-то нулевая отметка для прогулок по старому городу. что-то новость строит. Непонятно, правда говоря, что. Но строят. Здесь кафешка с котами, кстати. Можно прийти по шампу скотров. Не, не тот. Вот он. Следующий. Вот улица Таланк. Кстати, воскресенье она перекрывается и становится пешеходной. И народ здесь гуляет, становится такой-то рынок. Сегодня, кстати, что у нас? Суббота? Это какое-то четное, нечетное? Сегодня паркуется с левой стороны. Завтра будут с правой стороны парковаться. Такое вот разделение интересное, своеобразное. Здесь вот улица Дибук. Вот она розовенькая такая. Она в свое время славилась тем, что это вот Банглород. Это вот мама Банглорода, скажем так, изначально. Здесь очень много всяких ларьков. Вот можно прийти, что-нибудь взять там, прикупить, сувениры, пофоткаться. Вот это вся архитектура старого стиля, сохраненную с того времени, ну, отреставрированную, понятно. но здесь есть часть этого города, где она не отреставрирована. Сейчас я вам его покажу. Это вот как раз-таки параллельно этой улице. Краби Рот называется. Вот она как раз прямо перед нами, куда мы, собственно говоря, и сейчас поедем. Здесь вот реставрация, как говорится, не особо прибыла. Вообще, в идеале, конечно, здесь ходить пешком, гулять, смотреть, рассказывать историю. Потому что здесь очень много исторических нюансов есть. но я в ролик это все не вмещу. Да и как-то особо и не хочется про это все рассказывать. Потому что слишком много недоброжелателей. Вот. Поэтому мы с вами покатались вот сейчас в Кэрталуну, и сейчас я еду в Централ. Кто хочет, ездите со мной. едем вместе. Кто не хочет, может подключаться. Спасибо, что посмотрели. Всего вам хорошего.